всем привет меня зовут иван и это канал техтул и в этом выпуске мы поговорим о сварке алюминия о разных толщинах о настройках сварочных аппаратов о проблемах связанных со сваркой полуавтоматической что нельзя сварить что можно сварить при каких условиях нельзя сварь в общем сегодня я буду сваривать разные толщины алюминий на сварочном аппарате сибора pocket пульс 160 ампер к слову и показывать его возможности также рассказывать что как почему и отвечать на вопросы которые мне задали под прошлым выпуском ссылочка будет внизу под описанием и в инстаграме там очень тоже много вопросов кстати если не подписан подписывать один вопрос от подписчиков инстаграме также вконтакте задавал этот вопрос отвечаю друг мой насчет здоровья сварка алюминием полуавтоматом или тигом что вреднее отвечают сварка полуавтоматической алюминия в разы вреднее почему потому что в том же самом алюминий магний очень сильно горит магний очень сильно чидит вот реально чидит сегодня я буду записывать видео с вот этой вытяжкой это совплим старые мои подписчики знают и как бы я еще буду работать в респираторе поэтому в момент сварки где-то я буду вставлять музыку потому что очень шумно вредно тих сварка менее вредно внимание слушай мои слова я никак не хочу тебя оскорбить я тебя люблю ты мой подписчик но я хочу довести для тебя как бы сведений именно относится к тем людям которые писали что дорого покупать вот этот сварочный аппарат за 150 тысяч рублей для дачи для гаража люди себе его не смогут позволить и так далее вот телефон этот телефон он стоит 120 тысяч рублей и мне его пришлось поискать когда он вышел за ним стояла очередь если интересно в виде марку этого телефона и посмотреть сколько их было продано в россии 120 тысяч и люди себе его могут позволить я не один такой но факт того что очень много владельцев этих телефонов и как бы дети их не с такими телефонами нельзя оценивать как-то мир по своему личному миру следующий вопрос это тих сварка или них сварка иван что порекомендуешь честно порекомендую оба вида сварки в ремонте и восстановлении почему тих сварка это танк со тренер инерт газ вольфрам в защитном газе проснородье аргон сварка более медленная с более высоким тепловоложением в деталь деформации при ней больше скорость медленнее но на выходе эстетическая составляющая плюс контроль сварки в разы лучше чем у полуавтоматической полуавтоматическая сварка сваривает в разы быстрее в разище просто быстрее провар одинаково при нормально настроенных сварочных аппаратах но скорость в разы выше соответственно меньше деформация соответственно когда мне притаскивают кривую лодку на переварку сваренную тихом я не понимаю людей для этого нужен полуавтомат до того вот кстати пример сейчас будет вставочка да то жарит всю внутрянку где не видно полуавтоматом всю наружку сваривается тихом чтобы было красиво если бы они сварили бы все тихом помимо времени они бы еще ловили бы деформации на бортах и на всем остальном но он об этом уже много раз рассказывал смотрите видео про полуавтомат под прошлым видео ребята написали что можно купить китайский сварочный аппарат с энергетикой и все будет круто дешевле и в разы вы правы ребят можно купить но допустим вам работа мы начнем с работы алюминий толщиной 08 внутренний угол без подкладок смотри если сможешь повторить круто и кстати насчет стабильности работы сварочного аппарата очень много кто спрашивал насчет пластиковых роликов дергаются ролики у кого-то там вообще обгорает проволок у вас что-то неправильно настроен со сварочным аппаратом смотри самое главное смотри вот сюда в угол я подставлю настройки на какой подачи и вольтаже аппарат работы вот такой у нас получился альминий 08 повторюсь видно что пластина даже сыграла по обратному провару не сильно выдавила есть конечно вот здесь чуть-чуть придавило но это был конец здесь был очень большой зазор а шов чуть темноват но главное сейчас я учистану главное вот это ребят насчет 8 сейчас кто-то скажет что это не 08 ну как бы почему полуавтоматическая сварка не сможет заменить полноценно тих сварку то есть а почему бы не купить и полуавтомат и не сваривать все и ребят полуавтоматическая сварка очень любит чистоту тих по сравнению с полуавтоматической сваркой алюминия вот просто нервно курить в сторонке вот вам две пластиночки одинаковых только одна протерта ацетоном 2 нет ну то есть я по ней провел пальцем и просто сварил и вы видите как шов нестабильная шла сварка шов пережигался ложился как молоко то есть это уже пережженный шов и он как бы ну это не шов это насрать соответственно если вы пытаетесь бухнуть на силумин полуавтомат не подготовленный силумин или очень сильно пропитанный маслом силумин в тех сварки когда вы сварите вы можете приостановиться замедлиться дать все вот эти вот каком всплыть полуавтоматическая сварка если ты приостановился а у тебя подача проволоки всегда идет статично ты начинаешь срать бухры поэтому в полуавтоматической сварки силуминовых деталей не подготовленных особенно или пропитных будет вот так ну что давайте сварим алюминий 2 миллиметра а настройки будут вверху в углу а насчет коррекции хотел вам сказать коррекция то есть аппарат полностью энергетический давать за вас уже продумал инженер какую подачу и вольтамперную характеристику нужно настроить вот но как бы каждый сварчик под свою скорость под условия работы должен поднастроить сварочный аппарат сам на этом сварочном аппарате есть корректировка корректировка именно высоты дуги как это производится не трогая подачи вносится коррекция вольтаж и вы можете сделать дугу или ниже или выше идеальное состояние это когда у вас максимально низкая дуга вы не греете большую площадь швы кладутся хорошо но если вы переборщите у вас начнет разбрызгивание и это неприятно часто задаваем вопрос иван какие движения нужно совершать при сварке полуавтоматически здесь все очень просто если вас хорошо настроен сварочный аппарат и принципе нормальная толщина где не нужно там и заморачиваются как вы можете просто зажечь дугу и вести у вас получится равномерный валик красивенький хорошенький без лишних чешуек дата также учил меня ну то есть как мне нравится мне нравится чешуйки соответственно я делаю движение чуть продвинулся притормозил рад продвинулся притормозил зачем это все делать ты продвигаешься побыстрее ты создаешь маленькое заужение останавливаешься у тебя наливается капля она перекрывает вот это за уже и вот так у тебя получается как тих чешуйки но соответственно все швы которые сегодня сварены сделано вот таким движением теперь давай сварим 3 миллиметра опять же настройки вот тут вот верху экрана с коррекцией как бы ты можешь подстроить свой сварочный аппарат под вот эти настройки сейчас мы пришли к толщине 3 миллиметра мы ее сварили без проблем сейчас мы будем переходить на толщину 4 миллиметра это толщина которая самая ходовая сварки лодок как бы аппарат вот в этих толщинах будет работать со стопроцентным пв когда у меня люди спрашивают иван какой купить сварочный полуавтомат для сварки лодки ну то есть дома изготавливать мелкие какие-то лодки обычно это 23 миллиметра где-то вставки 4 миллиметров вот ребят ну как бы вот сварка 4 смотри следующий вопрос был от подписчика иван ветер то есть как сваривать что лучше тих или мех а ребят ведь вас не спросил не спасет миф сварка также как эти их сварка потому что аргон это защитный газ но не плавно это инертный газ первую очередь во вторую очередь это защитный газ он оттесняет кислород от места сварки если будет сильный ветер вам не поможет миф сварка все равно будет сдувать будет чернить алюминий будет гореть я допустим когда сварю фуры применяю экранчики то есть я сделал по форме экранчик ну то есть экран за заусенцем он так раз защелкивается на борт имея идет полуэкран закрытый полуавтоматической сварка чем хорошо мне нужно второй рукой подавать присадку мем получается вот так вот закрытым куликов раз все нашел уже давайте сварим тогда уж теперь 5 миллиметров толщину алюминия посмотрим что получится часто задают часто хотят попробовать ребята я знаю что у вас сварочные полуавтоматы у большинства без пульс режима и ваналь можно ли сварить алюминий без пульс режим ответ да можно ребят но на тонком металле идет перенос почти что короткими замыканиями очень большое разбрызгивание и соответственно этот режим можно применить то и только где-то от 6 миллиметров поподробнее зачем нужен пульс режим мы записывались до то видео на канале посмотрите ну что принципе мы сварили все толщины которые мне нужны были то есть 0 8 2 3 4 5 миллиметров внутренний угол на сварке в стык как бы будет все проще во внутреннем углу просто защита получше также люди которые автомеханики жестянка сварка алюминия можно сварить точечную . там полторашка миллиметров к 1 и 2 точечками сваривать можно и как бы как обычным полуавтоматом как бы этого большое как бы подспорье помощник в работе с сервисами то есть у вас есть полуавтомат который может заварить на бмв выхлопную систему из нержавеющей стали если хотите кстати чтобы я рассказал про нержавейку обязательно пишите в комментариях я напишу запишу еще одно видео у вас есть аппарат который умеет варить нержавейку алюминий сталь ну это разве не круто это уровень соответственно мы попробовали все давайте теперь просто сделку эти чушь то есть приварим четверку а к десятке и посмотрим что из этого получится у меня один из подписчиков в инстаграме сегодня я уже такое видео выкладывал попросил ну как бы распилить когда я сварил то же самое и показать провар провара в четверке есть в десятке не знаю давайте попробуем сломать распилить нечем кстати какую кислоту нужно применять для травления напишите ну то есть он еще даже не до конца отломился давай пробовать ну в общем валик держит провара где-то миллиметра на 2 нет миллиметр провар где-то на миллиметр но такие толщины без разделки я думаю лучше не сварить и если было бы сварено с двух сторон или хотя бы вот эти прихватки стояли бы пожирнее я бы не отломил ну как бы это однофазный сварочный аппарат в котором 160 ампер я надеюсь это видео было вам интересно ребят полезно и познавательно я ответил на много комментариев ну часто задаваемые комментарии так что ребят ну не останавливайтесь на этом ставьте лайки пишите на комментарии пишите комментарии в следующих выпусках я теперь буду отвечать на комментарии людей так считаю будет более правильно с вами был иван и pocket пульс всем пока